итак дорогие друзья у нас есть еще 40 минут до приезда нашего заказчика и мы продолжаем я вам презентировал вот этот шарик сейчас я еще раз покажу я просто воткнул в тот же самый микрофоновский держатель у него маленький цоколь не помню и 27 и 29 не знаю в общем маленький этот шарик лампочку я купил вчера в обе обратил внимание на то что он крутится и блистает разными цветами видите так типа какого-то динамо стоит что ли он видит как динамо но приводится в действие все-таки каким-то моторчиком потому что на 220 вольт рассчитано что хорошо с батарейками уже и так достаточно так вот что я там увидел в этом обе когда подошел к этому стенду посмотрите сейчас я направлю его на стенку то есть это не что иное как миниатюрный шарик для диска там или еще что-нибудь такие используются да но он очень дешевый что-то 10 евро всего стоил и я решил купить и попробовать и теперь-то давайте смотреть что у нас из этого получится потому что я себе предполагаю что должно быть но давайте это вместе сделаем я поставил свой лилипутик мы поднесем камеры чтобы вы видели в живую что происходит что нам нужно сделать нам нужно сфокусировать сейчас без этого всего поставить какой-то предмет и сфокусировать там на этом белом фоне и мы сейчас сделаем первое фото может быть не совсем удачная в начале будет вот у меня 125 на 16 смотрим да какие-то разводики есть но это все никто давайте мы во первых поближе подведем вот этим и хороши штативы что мы можем регулировать так чтобы в кадр не попало и в то же время сделать детали более мелкие потому что я хочу типа бака сделать такого цветного дело в том что я думаю что не будет проблемы если мы остановим его конечно никаких проблем и вот теперь мы должны подобрать такой режим чтобы она как бы в то же время не было такой темный потому что если мы сейчас допустим вот смотрите я уменьшаю до трех сейчас фокусирование и опускаю до допустим 1 25 что произойдет видите какое-то размытие непонятное да но а давайте теперь попробуем фокусирование диафрагмы закрутить у меня аж до 36 идет у вас меньше и попробуем сделать допустим сейчас одну десятую посмотрим что получится смотрите уже началось размытие даты довольно-таки интересный эффект получается так идем дальше допустим на одну вторую обратите внимание как изменился фон он стал такой закрученный и теперь меняя разные положения увеличивая или еще что и и отпущу немножко фокусировку не фокусировка я диафрагму немножечко посветлее сейчас сделаем откроем диафрагму и вот смотрите какой замечательно у нас получился такой праздничный бэкграунд бэкграунд ну я еще сейчас чуть-чуть дам ему больше расползтись поэтому увеличу до одной секунды допустим да вот так одна секунда включая и в то же время поднимаю вот какие у нас завихрения замечательно получается причем они каждый раз могут быть разными допустим давайте вот так сейчас поставлю наискосочек вот теперь ниже ближе и ниже то есть изменяя вот этот подход сейчас пониже выпущу используя вот эти три параметра мы можем получать очень интересные эффекты допустим если мы возьмем вот это черное зеркало сейчас наведем здесь снимем то будет вот такое и это уже напоминает что-то новый год то есть как вы видите возможности просто масса но дорогие друзья вы убедились что с помощью очень простых средств купленных в строительных магазинах можно сделать очень интересные бэкграунды фоны хинтеррунды все это одно и то же и следующим нашим будет мы уже возьмем какой-нибудь красивый шарик этот не очень красивый наверное я принесу из дома более симпатичный и покажу вам как мы с помощью него и с помощью этого фона сделаем нашу первую новогоднюю открыточку и нас ждет еще целая наверное подборка таких и теперь у нас с вами будет новый лозунг по окончанию каждого нашего видео я буду говорить делайте с нами делайте как мы делайте лучше нас пока